Услугу, если ты не оплачиваешь, у тебя автоматически предоставляется кредит, якобы тебе дают, о котором ты даже не знаешь. Когда ты его не оплачиваешь в течение нескольких месяцев, тебе приходят задолженность и все. Люди уезжают, не ставят ничего, им приходят задолженность в несколько тысяч, по тысяче, еще что-то. Они возмущают, что мы не просили у вас этого кредита, вызовите руководство, руководство не спускается, и там охранник стоит, он даже не пускает. Если скорость должна 6, а у меня 2, и я еще им должна больше платить. Тут же видите. Там с 8 ноября нет ответов. Камеру выключишь, а я расскажу. А там уже это. На первое число месяца на лицевом счету абонента должна находиться сумма, равная его абонентской плате. То есть вот 350 рублей абстрактно, или 200 рублей. Если у тебя будет 199 рублей, то автоматизированная система расчетов отключает данного абонента, так как не хватает на оплату услуг. Так называемая авансовая система. Суд рублей. А вот вы понимаете, что самое интересное. Вы видите, я сюда периодически привожу людей, мы разбираемся и находим плате в сентябре, в октябре, ранее. Вот, например, один месяц человек не заплатил, в следующем месяце он платит абонентскую плату, например, абстрактно, сейчас мужчины разбирались, в сентябре он не оплатил в нашем случае. Но в конце сентябре он платит, думая, что он платит за октябрь вперед. В самом деле это снимается за сентябрь. И, соответственно, одна абонплата идет, идет, идет. И оно бы так и шло. Но в связи с изменением перехода на авансовую систему, на первое число, у него, например, он заплатил, вот как они кричат, вот сейчас, 29 января, там, или 28 я заплатил, там, все, абонплата, я всегда так плачу. Она у него погасилась, вырывали.